приветствую всех вы смотрите передачи промзона москвы это метро белорусская и раньше рядом с метро за белорусским вокзалом собственно находилась не очень большая но все-таки промзона грузинский вал она так называлась потому что собственно она проходила между улицей грузинский вал который как раз примыкает к метро белорусская вот к этому выходу кольцевой линии вот и собственно между вот этой вот улицей как раз грузинский вал и железной дорогой москвой пассажирской смоленске и находился вот это вот промзона вот и прям вот собственно шла она отсюда и там в принципе всегда были основном предприятие железнодорожного транспорта всякие мастерские бывшие железнодорожные которые возникли еще до революции семнадцатого года ну и конечно же большой территории занимал электромашиностроительный завод памяти революции 305 года но который по сути тоже вырос из железнодорожных мастерских кроме того также работал хлебозавод имени зотова на ходынской улице туда дальше вот где собственно вот там промзона и заканчивалась ну а здесь вот находилась техническое железнодорожное училище которое тоже существовало еще с революционных времен и я показывал его снос и полностью оно было снесено в конце весны и в начале в конце зимы в начале весны этого 2021 года так сказать все старое здание достаточно красивая ну а теперь здесь строится бизнес-центр очередной ну когда-то вот готовили здесь будущих железнодорожников вообще специалистов по службе дорожного транспорта ну а здесь когда-то все было заполнено торговыми ларьками которые вот в принципе выросли в 90-е годы вот и в принципе здесь примыкали как раз промзоне грузинский вал здесь она фактически шла от тверской заставы и дальше ну собственно поэтому и вал да потому что как была граница москвы обнесенная такая с пограничным контролем раньше когда-то еще именно здесь начиналась москва ну а грузинский по местности грузины я жила много выходцев из именно грузии здесь в москве компактное такое поселение было неподалеку сохранилось и церковь такая центр духовный центр грузинской общины церкви георгий победоносцев грузинах на малой на большой грузинской улице вот и здесь было много разных торговых пыленов тварьков и все снесли 2016-17 годах и чуть попозже здесь вот сделали такой ну как бы небольшой типа бульвара такого до небольшого сквера бульвара вот еще вот остаток постройки 19 века конца 19 века здесь вот одно из очевидно железнодорожных зданий еще осталось но наверное его тоже снесут а здесь вот были до торговый центр лальки вот но когда-то тоже бывшие производственные здания и здесь вот все снесли и сделали такую небольшую пространство для отдыха которую даже трудно назвать сквером да и бульваром ну скорее так просто такое небольшое прогулочное пространство 200-300 метров и может а там вот строится кстати еще один бизнес-центр вот офиа и скв называется вот это же там вот на месте снесенных старых зданий еще бывших много производства складских зданий относящихся прежде всего железной дороги ну туда вид сторону метро белорусская белорусского вокзала здесь все разрушили не так давно все вот и торговые объекты частично складские старые здания но немножко того сохранилась их чуть-чуть реконструировали вот и вот собственно тоже вот повсюду строится бизнес-центры на месте хлебозавода там построили три по сути жилых дома три башни высотные ну а здесь строится преимущественно бизнес-центры непосредственно тоже прилегающих железной дороги и вот такое разбили вот небольшое такое пространство с скамейками все плитки с такими как бы дорожками в виде речки такой петляющие ну и небольшие газончики такие вот тоже заключенные так сказать в камень плитку в бордюры скамейки без спинок причем но кстати вот сейчас народу здесь не так много то что раннее утро а ну и день тому же все достаточно области дождик накрапывает а так вообще здесь сайте народу очень много бывает особенно в летний день когда тепло и солнечно особенно вечером это выходит много людей особенно соседних от офисов которые здесь уже довольно много вот это грузинский переулок также большой кондратьевский переулок здесь же рядом но в общем это вот еще старая такая планировка и здесь вот гуляет тоже довольно много народу сидят на лапках но мы смотрим застройку промзоны да то есть видите строится опять же повторюсь вот этот здоровенный бизнес-центр ну наверно может там и апартаменты будут и все такое то есть как бы может быть и частично живой будет центр как раз вот на месте еще старых производственных мастерских складов старой застройки здание конца 19 начало двадцатого веков преимущественно здесь вот на улице грузинский вал в одноименной промзоне вот еще сохранившееся здание до старая но она уже конечно видно реконструировано но неплохо его кстати сделали сейчас понятно там все сдается в аренду под всякие офисы и за ними как видим строится деловой центр грузинский вал 11 но вот это кстати тоже часы бизнес-центра делового центра бизнес-центра на офис на грузинский вал 11 и перед ним сделать такой вот прогулочное пространство так что если будете у метро белорусской то принципе здесь конечно можно погулять но сами понимаете прогулка здесь такая не для любителей тишины комфорта зелени нет этого здесь конечно нету вот и строится да вот такой большой бизнес-центр там на задах за вот этим еще одним деловым центром но небольшой небольшой таких бывших производственных зданиях а там уже здоровенный многоэтажный скорее такой многофункциональный центр строится афи айс кве а вот ну и далее там уже идет строение бывшего опять же производства электромашин строительного завода памяти революции 305 года который я говорил о планах его сноса и застройки существующих планах сноса застройки вон жилыми домами это мы в принципе уже обсуждали ну вот еще один бизнес-центр строится тоже вот ну дальше там вот за как раз за ним уже идут здания старые еще тоже конца 19 начало 20 веков здание бывшего завода но он давно уже довольно не работает приобретен компании кроссно и в общем-то скорее всего там тоже будут все сносить сейчас тоже борьба идет сторонников и противников сноса застройщиков и те кто очень ценит старину старый облик еще москвы оставшиеся то что осталось сейчас старого от именно москвы старый дореволюционной советской вот и вот по другую сторону улицы жилая застройка идет мы видим жилые дома еще тоже советские ну а здесь вот уже естественно все стоит пока ну а здесь уже видите вот эта промзона она вовсю застраивается деловыми комплексами апартаментами жилыми домами вот тоже здесь строительная площадка бытовки рабочих которые строят бизнес-центры здесь им же тоже надо где-то как говорится жить здесь пока живут и заодно вот строят вот эти вот как раз видите как все это будет выглядеть в итоге деловые центры ну по сути они многофункциональные центра потому что там наверное будут и офисы и апартаменты и гостиницы то есть все это на первых этажах наверняка магазины салоны всякие так что все вместе более правильно на работе называть такие вот центры даже не деловыми а многофункциональными все тут огорожено во все идет строительство но там вот у вот это уже начать началась улица пресненский вал и как раз здесь закончится грузинский вал а дальше началась пресненский она плавно переходит и здесь уже соответственно сразу начались строение бывшего целиком машиностроительного завода памяти революции 305 года стоянка и дальше туда вот нужно будет сносить все это застраивать скорее всего ну пока вот стоит еще остатки былого все и за поворотом там это электрический переулок отходят и за поворотом сразу начинается как раз вот старое здание завода то есть по факту мы можем вполне уверенно констатировать что промзона гражданский вал она фактически прекратила свое существование именно как промзона потому что в ней фактически ничего не работает именно как производство вот это электрический переулок как раз и дальше там уже вот строение бывшего одного из бывших машиностроительных заводов которые здесь работали тоже вот между вот этой улице преснинский вал и железной дорогой довольно много строений разбросанных вот эта территория которая пока еще на дорожной территории который пока еще стоит но опять же под угрозой застройки то есть постепенно территории промзоны как мы видим застраивается что-то уже застроено что-то построили ну пока еще прийдется там деловой центр грузинский вал 11 ну а что-то вот к видим строится вовсю да вот этот так сказать двух зданиях такой многофункциональный такой деловой центр афиа и скв ну а что-то еще пока скажем так готовится где-то разве снесли палатки торговые павильоны построили место них такую небольшую прогулочную зону вот ну а что-то пока еще вот да на месте соответственно хлебозавода построили тоже три башни три высотки такие небоскреба они тут кстати видны отсюда подальше если посмотреть да он видны вот ну а этот завод пока еще да вот на огороженной территории машиностроительный пока здесь еще все пока стоит вы находится в аренде ну что-то вы просто заброшено какие-то отдельные строения ну и соответственно здесь пока еще перспективы до конца не ясны но скорее всего все равно будут видимо сносить просто тут вопрос том заключается что будут ли эти здания полностью сносить и строить на их месте новые такие вот здание как говорится уже до современный там бизнес-центр полежилой комплекс какие-то да либо соответственно будут реконструировать да то есть вот эти здания просто их реконструируют да и осовременят придут в современные требования ну как это сделано допустим вот с деловым центром грузинский вал 11 да и будут соответственно уже в них тоже типа вот всякие разные офисы склады какие-нибудь современные ну и так далее да вот эти здания старые вот собственно вот это заключается вопрос весь вопрос ну пока вот опять же повторюсь идет борьба не знаю что в итоге как будет ну в любом случае производства здесь уже не будет а то что таскать будет это уже посмотрим и как все это будет выглядеть вот ну вот это еще а вот там уже как раз высотки да то есть это уже по сути дела подходим мы ходынской улице который тоже отходит вот пресненского вал эту улицу пресненский вал еще по-прежнему вот а там дальше вот перещение с ходынской улиц ну да это вот еще пока да за качестве территория как раз машиностроительного завода памяти революции 305 года который сейчас владеет компания кросс на да а за ним вот и ну это пятиэтажный обычный жилой дом пятиэтажка ну пока видите стоит ну а дальше вот мы видим вон там находятся башни как раз вот этого самого комплекса три башни то который вот построен на месте хлебозавода там главное здание хлебозавода ну как бы такое его оставили хотя и модернизировали несколько но в целом оставили но она уже есть есть никакой не хлебозавод там опять же все сдается в аренду а вокруг там здание тоже были которые относились к заводу производства сахаба были их снесли и на их месте построили три вот таких больших небоскреба там на ходынская улица но они по ходынской числятся но как бы они находятся на пересечении ходынской и вот этого улица пресенский вал не так давно их построили буквально несколько лет назад но хотя хлебозавод вполне себе был работающим на плаву естественно опять же в наше время не могут себе власти позволить чтобы какой-то хлебозавод можно сказать почти в центре москвы там работал неподалеку улица 305 года находится метро но собственно как раз который приводит улица пресенский вал но это тоже вот бывший один из административных корпусов институт но теперь тоже бизнес-центр еще один что по факту мы видим что бывшие производственные здания вот они постепенно трансформируются в многофункциональные центры преимущественно офисные ну а часть апартамента жилые центры и процесс этот в общем-то он все больше и больше мы здесь его видим он все больше идет и в дальнейшем в общем-то планируется что он все больше и больше будет расширяться и этой промзоны уже как таковой в общем-то нету именно как производственная зона она уже не работает вот ну и все больше застраивается в и хотя формально она пока еще существует но фактически уже от нее остается все меньше и меньше только больше одно название а если здесь еще будут строить жилые дома ну по сути тут уже построили вот эти три высотки да ну все-таки только на части территории а если в дальнейшем еще больше будут застравить особенно этот завод памяти революции 605 года то уже от промзоны просто уже ничего не останется даже и территорию просто будет застроена вот сейчас хотя бы еще пока есть хоть какая-то часть территории хотя бы строение бывшие там заводские ну а если уже все будет застраивать жильем то и вообще уже эта промзона она останется полностью в прошлом и уже станет частью истории москвы ну вот они три башни которых видно теперь издалека можно видеть от беговой да чуть не от полежаевской то есть уже со многих точек москвы видно эти башни как бы так они расходятся друг от друга ну нечто подобное кстати строится сейчас около метро дмитровская железнодорожная платформа жилой комплекс d1 я тоже показывал несколько раз но это еще старые здания тоже вот оставшиеся советских времен пока стоят ну тоже опять же под угрозой сноса явно находятся вот отходынская как раз улица отсюда отходит и они на пересечении стоят ходынской и вот этой улице крестинского такие вот три башни а вот это вот в центре как раз вот это главное здание было такое еще историческое хлебозавода внизу того и как раз вот его оставили вот написано даже до 3030 то есть время когда его построили когда он был введен в эксплуатацию и работал в принципе еще около десяти лет назад но потом его в предвидительном порядке закрыли и вот это здание оставили сейчас она сдается в аренду разным компаниям ну а соответственно вокруг него выросли вот эти три башни жилых то есть это промзона но уже фактически не работает и постепенно застраивается ну а там метро улица 1605 года по-прежнему улица преснинский вал который как раз туда ведет к улице красная пресня и к метро улица 1605 года ну и собственно здесь как раз вот эта промзона она и начиналась грузинский вал и туда дальше вот до метро белорусской белорусского вокзала ну за этим башня железная дорога